Госпожа председатель, мы выражаем признательность делегациям США Соединенного Королевства и Франции за инициативу проведения этого брифинга и за ваше оперативное реагирование на их запрос. Признательность спецпредставителю Стефана Домистори за его искреннюю оценку ситуации и за его отвагу. Госпожа председатель, последний поворот событий крайне тревожен, особенно в свете заседаний высокого уровня на этой неделе по Сирии в этом же зале. Мы осуждаем решение Дамаска и его союзников о наступательной операции на Восточное Алеппо. Это грубое нарушение всех резолюций Совета Безопасности и последних женевских договоренностей. Украина не в курсе всех деталей последнего раунда переговоров между участниками по сирийскому вопросу. Однако, что важно в этой ситуации, так это то, что действия сирийского режима и его союзников подрывают все принципы международного гуманитарного права, элементарные принципы гуманности. Готов ли Совет принять такое положение дел или Совет в конце концов решится на что-то? Конечно, любые его решения будут зависеть от политической воли лишь нескольких членов Совета Безопасности, прежде всего от России. Более 200 мирных жителей были убиты, 300 человек получили ранения за последние 48 часов постоянных авиаударов и обстрелов осажденного Восточного Алеппо. Это говорит о истинных намерениях Башара Алясада и его российских союзников. И нет сомнений в том, что эти жертвы не последние. Согласно с вчерашними комментариями генерального секретаря относительно ситуации в Сирии, мы также возмущены военной эскалацией в Алеппо. Заявление сирийской делегации на Генеральной Ассамблее ООН о том, что победа была еще более значительной, потому что сирийская армия добилась успеха в войне с терроризмом. Конец цитаты. Это заявление представляется особенно циничным и показательным. Имеющаяся информация об использовании зажигательного оружия и усовершенствованного оружия, таких как бункерные бомбы и продолжающейся войне вокруг Алеппо, еще нагляднее показывает разрушительное участие России. Наша делегация в течение года высказывала сомнения относительно истинного характера участия России в сирийском конфликте. И неоднократно наша правота доказывалась. К несчастью, нас это не радует. Мы предпочли бы ошибиться. Я не буду повторять то, что я уже неоднократно говорил. Я буду лишь повторять то, что любые договоренности с Россией и осадом в настоящее время не выполняются. Пока эти две стороны будут отдавать приоритет военному решению, продолжать боевые действия, нарушать договоренности о прекращении огня, этим будут пользоваться и остальные воинствующие элементы. Сейчас в Сирии российские самолеты оказывают поддержку режиму. А мне хотелось бы направить четкий сигнал тем, кто планирует отвоевать восточное Алеппо. Идея о том, что победа режима приведет к стабильности в Сирии, это опасная фантазия. Реализация так называемого сценария Грозного в Сирии невозможна. Напомню, что Грозный – это столица Чечни, которой стерли с лица земли в 1994-1995 года военные силы России во время Первой Чеченской войны. Тогда российское командование говорило о том, что их задача – изгнать террористов из города, при этом сократить до минимума число жертв среди мирного населения. По-моему, очень знакомые слова. Госпожа председатель, перспектив для военного решения в Сирии не существует. Если последняя история, недавняя история нас чему-то научила, а те, кто считает по-другому, вынуждены будут столкнуться с последствиями своих действий как на поле боя, так и на международной арене. Благодарю вас. Я благодарю представителю Украины за его заявление и предоставляю слово представителю Японии. Благодарю вас, госпожа председатель.